Это программа «День с толком», студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Минус одна горячая точка на карте Барнаула. На пересечении Гоголя и Горького устанавливают светофор. Барнаул посетил сенатор Александр Карелин, где побывал политик и какое у него впечатление от города, в котором уже не впервые. Благое дело, но нашлись противники. Жильцы одной из барнаульских многоэтажек не хотят появления велодорожек под боком. В чем причина? Почти 7 миллионов рублей из краевого бюджета направят на компенсации после урагана и града жителям пяти сел. Виктор Таоменко подписал постановление о единовременных выплатах. Их размер составит 27 тысяч на каждое домовладение. Речь идет о жителях села Волчиха, Правда, Вострова, Березовского, Волчихинского района и села Назаровка, Михайловского района. По данным региональной Минсоцзащиты, от урагана, который произошел 27 июня, пострадало 253 домовладения. В основном речь идет о пробитом градом шифере. Однако даже с учетом будущих компенсаций жители несут колоссальные затраты. Например, только покупка железного профлиста для жительницы Назаровки обошлась 62 тысячи. За работу я отдала 64 тысячи. Вот так. Почти 130 тысяч. Это все мне обошлось. Но мне сделали мастера быстро, за два дня. Не разъехались. Очередная авария сегодня произошла на перекрестке с плохой репутацией. Речь идет о пересечении улиц Горького и Гоголя. Не так давно на перекрестке начали устанавливать светофоры. Все работы должны завершиться до 15 июля. Так что можно сказать, что двум участникам этого ДТП чуть-чуть не повезло. Роковой перекресток давно требовал установки светофорного объекта. Здесь периодически происходят аварии, причем даже с опрокидыванием машин. Добавим, что всего в этом году в Барнауле установят три светофора. На это выделено почти 4 миллиона рублей. Это у нас в первую очередь Максима Горького и Гоголя пересечения. Далее Змеиногорский тракт 110. Это возле Алтайского онкологического диспансера. И далее на Малахова 119. Это нерегулируемый пешеходный переход вблизи развязки Павловский тракт Малахова. На улице 280-летия Барнаула столкнулись интересы велосипедистов и пешеходов. Накануне жители микрорайона узнали, что возле их домов появится велодорожка. Казалось бы, благое дело, но что именно не устраивает людей? Об этом в сюжете Ирины Корчагиной. У нас в строительстве велодорожек планируется строго по тротуару его разбор и разбор газонов. Варварски разрушенная плитка и газон. Так начинается укладка велодорожек на улице 280-летия Барнаула. О том, что вдоль домов появится дорожка, местные жители узнали, когда рабочие уже приступили к демонтажу. Позже выяснилось, что об устройстве велодорожек позаботились в мэрии. Был разыгран тендер на строительство велодорожек. Данная земля оказалась принадлежащей городу. И, естественно, ни мнения жителей, ни мнения застройщиков, ни управляющие компании никто не спрашивал. Жители ЖК Лапландии двумя руками за велодорожки, но давайте их построим там, где идет стройка и где нет ничего, чтобы не рушить то, что уже посажено. При покупке квартир жители все-таки рассчитывали на зеленые зоны. Например, после зимы они сами восстанавливали этот газон. Волнует людей не только эстетика, но и безопасность. Молодые мамы считают, что близкое расположение велодорожки к пешеходной зоне и подъездам грозит неминуемым столкновением. Допустим, сзади вас сейчас просто маленький велосипедист едет. То есть он едет вообще по пешеходной части. Если она здесь будет, то, скорее всего, сюда будет скатываться большинство велосипедистов просто покататься именно здесь, потому что в большинстве города у нас негде кататься. Уже более 300 жителей подписали петицию против велодорожек. На данный момент работы приостановлены. Также нам стало известно, что инициативную группу жилого комплекса приглашали на совещание в мэрию. В администрации жителям пояснили, что окончательное решение по велодорожкам будет принято на следующей неделе. А мы еще обязательно вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. К 2030 году в Алтайском крае в два раза должно вырасти число контейнерных площадок и создана целая сеть эко-пунктов для коммунальных отходов. Такая инфраструктура должна способствовать повсеместному внедрению раздельного сбора мусора. Почему эта система не работает сегодня в нашем регионе и как лучше вовлечь в нее людей мерами наказания или поощрения, обсудили участники дискуссионного клуба «Точка зрения», который организует Сибирская медиагруппа. Готово ли население края сортировать мусор? Уже на этапе этого базового вопроса в сложной цепочке мусорной реформы мнения экспертов разошлись. Так барнаульские эко-волонтеры полагают, что готовы абсолютно все горожане. Чиновники говорят о 40% населения края. А рекоператоры убеждены, чем дальше вглубь региона, тем сложнее. Но не хотят деревенские сортировать, а потом еще и платить за мусор, когда всегда его просто в лес вывозили или сжигали в печи. Но менталитет изменится. Нужно только разъяснять и просвещать. Не унимаются добровольцы. Раздельный сбор – это нормально. Это не надо ковыряться в мусоре. Это чистое сырье. Оно не плахнет. Вы не похожи на мобжар, когда едете с ним в трамвае, на максу. Это нормально. Так делают цивилизованные люди во всех нормальных странах. Однако, по мнению отдельных экспертов, ничто так не побуждает к действию, как карательные меры, в данном случае штрафы. Но как привлечь к ответственности нарушителей? И правильно ли это, когда условий для раздельного сбора отходов в крае практически нет? Мы не можем поставить около каждого контейнера экологического инспектора. Мы не можем направить его в каждую квартиру, чтобы он следил, как выносятся отходы. Наказывать его в нем можно хоть и начинать сегодня, грубо говоря. А собственник отходов, правильное название, юридическое, он скажет, а вы подготовили мне эти площадки накопления сбора отходов, по раздельному сбору. А их нет для строительных отходов. К 2030 году в крае предполагают в среднем в два раза нарастить так называемую базовую инфраструктуру. Число мусорных баков и контейнерных площадок. А также организовать целую сеть экопунктов. При этом при ее создании, считают рекоператоры, нужно учитывать морфологический состав отходов. Какие виды отходов у нас образуются в Троицком районе? И я больше чем уверен, что в удаленных селах Троицкого района они существенно отличаются от отходов, которые существуют в райцентрах, а тем более в поселках коттеджного типа, либо в крупных городах. Потому что это зависит от уровня жизни населения и от доходов. У нас все под одну гребенку. Но даже имея инфраструктуру, понимая состав ТКО, штрафы не заставят сортировать мусор всех поголовно. Куда эффективнее не забирать рубль, а поощрить им, считает известный барнаульский эколог. В Советском Союзе, к примеру, платили за сдачу стеклотары. Решение этих вопросов лежит чисто в экономической плоскости. Пока людям будет выгодно сжечь или вот на свалку возить попал, где все горит, так и будет. Если у них будут стимулы это разделять, сдавать, должен чисто экономический кнут и грядик работать. Не сортируешь, платишь больше. Сортируешь, значит, или там сдаешь, платишь меньше. Уже сегодня сошлись во мнении участники дискуссионного клуба раздельный сбор мусора мог бы сэкономить людям деньги. Сейчас управляющая компания может поставить раздельные баки сама для раздельного сбора, реализовать этот материал, который получил. Это прежде всего, это пэт-тара, это стрейч-пленки, бумага и, конечно, алюминиевые банки, либо железо, если это товарная продукция, которая на рынке сейчас пользуется спросом и которую можно реально продать. Способна ли сортировка отходов повлиять на стоимость коммунальных тарифов, расскажем в ближайшем выпуске. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Алтайский край посетил сенатор Александр Карелин. В рамках рабочего визита политик вместе с главой города Вячеславом Франком и председателем Барнаульской гурдумы Галиной Буевич посетил одно из крупнейших строительных предприятий региона «Союз». Встретился с настоящими и будущими сотрудниками компании. О чем шла речь, расскажем далее. Производство, которое движется в ногу со временем. Строительное предприятие «Союз» – первый пункт визита в Барнаул сенатора Александра Карелина. Современное изготовление железобетонных конструкций – лишь одна из тем. Другая, не менее важная – социальная поддержка работников. Лучшим здесь предоставляют квартиры и создают условия для баланса между работой и отдыхом. Спортзал активно использует молодежь, особенно сейчас. На производстве трудится несколько десятков бойцов строительных отрядов Барнаула, Кемерова и Перми. Что такое мотивация? Стремление. Молодец. Очень хороший пример. Я считаю, что это желание все-таки. Почему? Надо захотеть. Студенты спрашивали политика о спортивных стремлениях, о жизни и, конечно, работе. Нашу молодежь интересует, каким образом будет развиваться наш город. И вот уже здесь соединение как раз на производстве с Владимиром Николаевичем Отмашкиным показывает о том, что мы заботимся о том, что были рабочие места. Гендиректор предприятия Владимир Отмашкин рассказал о нехватке квалифицированных кадров и что обучать специалистов необходимо под нужды экономики. А сенатор сделал акцент на взаимном интересе сотрудников, работодателя и власти. Владимир Николаевич, конечно, у вас здесь, на вашем предприятии, легче разговаривать с молодежью, потому что он является заинтересованным, учитывая, что не только носит хорошо оформленную прическу, но при этом еще под ней размещается огромный жизненный опыт, настойчивость, характерные особенности строительные. Он заинтересован в каждом из вас. А учитывая, что я заинтересован, чтобы в стране было как можно больше таких отмашкиных, ясно, что здесь интерес наш совпадает. После производства сенатор отправился на гребной канал, где дал старт первенству Сибири по гребле на байдарках и каноэ. Омские спортсмены признали, что подсматривают нашу технику. Для начала надо баланс найти, лодки сидеть, научиться крепко. Дальше, ну, техника, думаю, за счет техники можно выигрывать все. У Алтайского края более поднятые руки, на самом деле, они как-то реже делают гребок, прокатываются больше. Ну, мы к этому стремимся только. А затем Александра Карелина ждали непрофессиональные спортсмены. Участники проекта – дворовый инструктор. Дворовые занятия столько не длятся, хотя и они выматывают, признаются мальчишки. Футбол, баскетбол, бокс – все в формате двора. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы все были спортивны, для того, чтобы здесь, в азиатской части России, в Алтайском крае, в краевом центре, у ребят были все возможности, и не было возможности быть сильнее, и не было возможности поддаваться неверию и унынию. 7, 8, 9, 10 процентов, вот именно, скажем так, с дворового вот этого спорта, к нам они и зашли в секцию, соответственно. И поверьте, кто-то из них очень даже хорошо подтянулся и прямо, скажем так, подают надежду. Встречи со спортсменами такого масштаба очень важны для детей, подчеркнул глава Барнаула Вячеслав Франк. Больше воспитательным процессом. Видите, гордится теми людьми, которые с нами, которые приехали. Дети наши могли бы подражать тем примерам, которые сегодня есть, и этот человек с нами. Доступное всем занятие проходит на 27 площадках Барнаула. В прошлом году в проекте участвовало почти 2000 детей, и каждое лето мальчишек все больше. По словам Александра Карелина, Барнаул – город спортивный, ему хорошо знаком, и не только в его родном, борцовском виде спорта. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. «Единая Россия» официально объявила имена 83-х кандидатов, которые пойдут на выборы в Барнаульскую гордуму 8-го созыва. Выдвижение прошло во время городской конференции партии, куда приехал и герой России, член высшего совета партии Александр Карелин. Подробности далее. В зале более 500 партийцев. Это и делегаты первичных отделений партии, действующие депутаты и лидеры предварительного голосования. Гость Барнаула отметил важность предстоящих выборов. То, как проведена конференция, то, как подобраны все делегаты, и, как следствие, по итогам предварительного голосования составлен список, говорит о том, что здесь, в Барнауле, очень серьезно относятся к предстоящим выборам. Делегаты конференции утвердили тройку лидеров, которые поведут за собой партийцев в гордуму. Ими стали Вячеслав Франк, председатель гордумы Галина Буевич и почетный строитель России Владимир Отмашкин. Лидеры списка партии поделились своим видением приоритетных направлений в работе. Я удовлетворен теми решениями, которые сегодня были приняты на конференции. Надо сформировать партии, ту думу, которую мы сегодня с вами наметили в рамках принятия решения кандидатов. Если взять три слова, определяющие, как всегда говорят, назовите три, самое главное слово. Вот я бы назвала ответственность, вдумчивый подход и, главное, вера в тех депутатов, которые придут. Напомним, со своими кандидатами, которые возглавят партийные списки на предстоящих выборах в Барнаульскую думу, уже определились новые люди и КПРФ. Правда, единороссы пока первые, кто озвучили список кандидатов от партии и объявили о формировании предвыборной программы. Дмитрий Дроздов, День с толком. Как воспитать новое поколение выдающихся инженеров и ученых? Обсуждать этот вопрос, а главное, искать ответы на него, в течение трех дней предстоит педагогам из разных городов страны. На базе технического университета проходит научно-практическая конференция образовательных центров фонда Андрея Мельниченко. Анна Рашегирова подробнее. Как нестандартно преподавать привычные школьные уроки? Физика, химия, математика могут быть интереснее, особенно если добавить программирование и робототехнику. Так можно взрастить талантливых исследователей и ученых. Более 300 педагогов страны, Вологодской, Ленинградской областей, Ставрополье, Кузбасса, Алтай, а также Москвы и других регионов в эти дни обсуждают актуальные вопросы в сфере образования. Мы понимаем, что страна будет развиваться, если она будет обладать передовыми технологиями. Вот обучать умению создавать эти передовые технологии, мы будем об этом говорить, как ребят наших этому научить, не как сделать таким образом, чтобы из этих стен вышли будущие ученые-инженеры, которые продвинуты Россией. К слову, при поддержке фонда Андрея Мельниченко и СГК в 2017 году у нас в крае на базе ЛГТУ появился Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова». За это время здесь порядка трех тысяч школьников в крае на конкурсной основе получили дополнительное образование, углубленно изучали естественные и точные науки, а потом поступили в ведущие вузы страны. В центре говорят, что и дальше всячески будут поддерживать одаренных ребят. Это совместные проекты, которые будем реализовать. Сейчас мы к этому близко-близко подошли. Это когда в команду включаются школьники, студенты, магистранты, аспиранты, специалисты предприятия, в частности, сибирской генерирующей компании. Потому что та же сибирская генерирующая компания, она не только генерирует тепло и энергию, она еще и генерирует те задачи, которые действительно остро стоят. Это задачи энергосбережения, это задачи сохранности экологии и так далее. Самое важное, то, что делают центры фонда, это то, что сочетают два направления. Это получение фундаментальных знаний и применение этих знаний на практике. Мы не стоим в стороне, мы предоставляем эти площадки и содействуем как раз для второй части этого процесса. Всероссийская научно-практическая конференция образовательных центров фонда Андрея Мельниченко проходит уже в пятый раз. В течение трех дней преподаватели обменяются опытом, примут участие в дискуссиях и мастер-классах, чтобы потом помогать в исследовании мира молодым Ломоносовым и Ньютоном. Анна Рашигирова, Александр Антропов, День с толком. Новые иконы, так посетители Туриной горы, называют картины Юлии Кикоть. Экспозиция «Азбучная молитва» оказалась интересна и взрослым, и молодым людям. К слову, поклонники художницы, которая приурочила выставку к своему юбилею, живут не только в Барнауле, но и в Японии и Германии. Чем удивила Юлия на этот раз, знает Анастасия Наборщикова. Десятки молитв на холсте, и каждая будто диалог с Богом. Взгляните, чтобы прочесть. Да будет воля твоя, як на небеси и на земли. Тут же, рядом, дорога в город Давидов к югу от Иерусалима. Туда путь держала беременная Мария. Синяя богоматерь, у нее плащаница была внутри красная, сверху синяя, а золотой свет – это все-таки ангельский свет, свет неба. 20 лет Юлия Акикать изучала символику. Акрастихи выполнены ею на бумаге, холсте и шелке. Говорит, что выставка не пишется. Она рождается. Оттого частные коллекционеры из Германии, России и Японии говорят свое. Верю. Со всех сторон пошли молитвы. Молитвы о мире и о спасении людских душ. И настолько это серьезная тема. Она меня очень сильно всколыхнула. И у меня очень много было лекарей в роду. И поэтому у меня даже проявились те молитвы, которые спасали наш род. Открытие выставки «Азбучная молитва» тоже символ. Быть может, исповедь. 55 лет художница живет и пишет. Потому поклонники Кикать сегодня рядом. Молитва – это нечто такое интимное, очень углубленное, душевное. Ну и здесь, наверное, в общем-то это и прослеживается. Потому что за каждой картинкой такая безмерная глубина чувствуется. Увидеть работу Юлии можно до конца июля. Полсотни картин и 21 молитва. Такое искусство – крик, которое будет понятен людям любого возраста. Анастасия Наборчикова, Алексей Фризин. День с толком. Кремяком с Гавайских островов в Барнауле открылась первая школа сапсерфинга. Теперь бороздить воду можно не только на лодках, а на специальных досках с веслом. По сути, это одна из разновидностей серфинга. В чем его особенность и как подготовить себя к выходу на воду, расскажет Дмитрий Дроздов. Так умело любители экстрима бороздят по волнам на сапсерфинге. Этот вид спорта родом с Гавайских островов добрался и до Барнаула. Да, у нас таких волн нет, но сапсерфинг все равно набирает большую популярность. Идея создания этой школы – развивать водные виды спорта. Наш грибной канал после Кубка мира узнал весь мир, поэтому ограничиваться только байдарками федерация не стала. Было принято решение открыть клуб по сапсерфингу. У нас проводились соревнования здесь на грибном канале, возможно, всероссийские, возможно, что к нам приезжали из разных регионов. Но будем надеяться и работать над этим. Что касается соревнований, уже в эту пятницу 8 июля, если позволит погода, в Барнауле состоится первый фестиваль Алтайского края по сапсерфингу. Правда, пока сложно сказать, сколько будет участников и насколько будет обширна география спортсменов. Например, во многих странах проводят чемпионаты мира и Европы, а вот в Санкт-Петербурге проводят даже тематические заплывы. Однако барнаульцы только пробуют себя в этом виде спорта. Мне очень понравилось, великих навыков не требует. Залез, встал, попробовал, получилось. Буквально через 5 минут уже плыл и получал удовольствие. Да и чтобы стоять на сапе, особой физической подготовки не нужна, за исключением равновесия. Координация, да, там есть люди, которые совсем не координированные, да, там, ну, там, с детства ничем не занимался, то будут какие-то сложности. Ну, опять же, то есть стали на колени, там, попробовали. В принципе, это вид спорта, как бы, с одной стороны, да, и спорт, а с другой стороны это и отдых, активный отдых. От классического серфинга сап-серфинг отличается тем, что кататься на волнах спортсменам помогает весло. Сам борт надувной и выдерживает около 180 килограммов. Алтайские любители спорта могут кататься на сапах как для общего развития, так и учиться этому профессионально, чтобы через пару лет выступать и на крупных турнирах. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.